коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель меня зовут ползов вадим и сегодня разберем ситуацию когда можно входить в первичный пробой уровня и пытаться забрать тот самый первичный импульс который возникает при прохождении преодолении ценой некого пограничного значения за которым скорее всего прячутся стопы сработка которых может вызывать импульсное движение импульсный характер значит первоначально наверное покажу на схемке и далее разберем конкретную ситуацию сделочка была не так давно значит то нужно первое что необходимо на для определения возможной точки входа это домашка какой-либо сильный уровень на примере сделочка будет порт поэтому нам необходимо подойти к уровню закрыться недалеко от уровня хорошо если здесь будет скопление энергии то есть не будет глубоких откатов и далее наша точка входа будет располагаться под уровнем с целью взять вот это вот движение под уровень значит при таких сделочках я оцениваю вот это вот восходящее движение которое было до если она была на если это не какая-то свежая монетка которая убивает и обращаю внимание на какие-то возможные там мелкие откатки вплоть до пятиминутки для того чтобы оценить вероятность торможения на цены при преодолении этих точек то есть здесь были в моменте остановлено продажи и продолжим восходящее движение а значит в будущем на этих точках возможно наблюдать какую-либо реакцию и сделочка было немножко скажем так на истощение отара поэтому отслеживал в моменте но обо всем по порядку значит начнем первое это домашка здесь чуть выше было значение 2685 но решил взять все-таки по экстрему потому что есть такой закол и мы если бы подошли к уровню 2685 ударились в него и стояли бы над ним то тогда можно было рассмотреть но так как здесь идет именно такое движение безостановочная до с этой точки то смотрел код относительно именно экстремума данный экстремум сформирован границы отката вот этого восходящего движения сильного здесь мы остановились и не пошли на перехай и нас поджимают то есть в моменте это трендово глобально это контр трендово то есть мы берем разворотную формацию да то есть откат невозможность обновления предыдущего хая и уход под точку отката то есть это будет слом структуры на старшем таймфрейме на дневке в данным при данных сделках не оценивая ни недельки не месяцы дневного таймфрейма достаточно особенно когда складывается такая ситуация что мы по сути дела и дня снижались сегодня четвертый день и здесь закрытие было не так далеко от уровня учетом текущей волатильности здесь порядка четырех процентов было до уровня при том что в среднем монетки сейчас ходят все-таки пошире чем было не так давно можно поожидать дальнейшее движение вниз значит после определения уровня на дневке приключаясь на мелкий таймфрейм слежу за тем как цена подходит к уровню то есть в данном случае мы видим такое довольно таки резкое движение на 5 минутки без каких-либо откатов но при подходе к уровню происходит некое замедление правда здесь леска волатильности небольшой но на самом уровне волатильность затухает и это огромный плюс так как можно поставить короткий стоп в моменте оценка такая примерная до . входа под уровнем и возможная . установки стоп лосса то есть 0 59 процентов хода меньше десяти процентов отара текущего что очень хорошо и можно войти чуть большим объемом последнее время очень нравятся сделки с коротким стопом так как они быстрые нет необходимости несколько дней высиживать ел куда либо там два дня либо перед ночью закрываются там менее трех к одному то есть такие вот ситуации исключаются до чуть более часто срабатывание стопов ничего страшного так как в целом соотношение риска к прибыли увеличивается тем самым профитность растет несмотря на снижение положительных исходов количество положительных исходов значит моменте оценкой ситуации да возможность оценка . возможные постановки стопа и далее уже более детальное рассмотрение то есть . входа цена стоп лосса и расчет размера позиции относительно риска постановка ордера в данном случае виде сел стоп на значение 2659 со стопом 0 53 процента хода то есть даже с учетом комиссии все равно меньше 06 для таких входов интро дэй коротеньких рассматриваю папы до 0 7 процента движения цены на криптовалюте на фьючерсах точнее значит был вопрос недавно видео как отслеживать до ситуации в моменте то есть мы здесь можем стоять условно бесконечно долго чтобы не сидеть не ванговать на график пойдет не пойдет ждать там отработку установка оповещений ставлю 2 для входа в пробой первое оповещение под уровень на одну копеечку ниже да потому что не всегда срабатывает по касанию открытия но если цена спустится ниже на одну копейку сделка будет точно открыта и тем самым можно будет вернуться на графика оценить текущую ситуацию и второе оповещение я ставлю на уровень вот этого последнего отката с которого сделан перехать то есть на локальном таймфрейме на пятиминутке для чего если вдруг сюда цена уйдет и не дай бог обновить эту точку то в моменте картиночка шартовая поломается и нужно будет опять ждать подхода к уровню и тогда может быть аналогичные картинки до вблизи уровня для того чтобы повторно рассмотреть точку захода то есть если меня не откроет и утащит цену наверх то я ордер просто отменю и поставлю это оповещение чуть выше для того чтобы не проморгать когда цена вновь вернется к уровню далее то есть я на домашке иду монетки по порядку попалась интересная ситуация сразу все оценил посчитал уведомление поставил и откладываю до ордер размещен иду делать дальше домашку то есть это все утром происходит такая ситуация значит после сработки оповещения возвращаясь на график вижу импульсный пробой здесь к сожалению не видно плохой скрин сделал есть выход объем очка значит смогу предполагать что пробой истинный и движение с какой-то долей вероятности продолжатся риски определены заранее поэтому переживать как бы не за что смотрим что будет происходить дальше то есть время от времени поглядывая на график для того чтобы отслеживать ситуацию произошло следующее у меня на другой монетки закрыла сделка и свободную маржу так как не было больше интересных ситуаций на домашке свободную маржу решил подгрузить в данную сделку и в моменте оцениваю возможность установки еще более короткого стопа для того чтобы войти большим объемом но не выходить за риски за хай пробивного бара можно поставить стопик еще меньше да получается 0 3 процента и по сути дела даже если мы вернемся на текущий лову после тестирования уровня ретеста до так называемого будет уже как бы три к одному от добавочного входа поэтому рассмотрел да и принял решение установить ордер видос лимит под уровень со стопом 8 копеек данном случае всего 0 3 процента отхода значит далее немножко такая вот ситуация была в моменте формировалась как бы обратное поджатие на ходе к уровню то есть было заметно проявление некого лимитного участника который сдерживал цену но в какой-то момент лимитку про или цена поскакала к уровню бодро но уровень держал произошло касание дополнительный объемчик открылся и тем самым мы поехали большим объемом с получается двумя полными позициями вот эти вот линии голубенькие это как раз то о чем я говорил вначале это слева с историей на восходящем движении там были такие небольшие ступеньки на 5 минутки возможно они будут оказывать некое влияние на цену до при нисходящем движении и действительно видим что только с четвертой попытки удалось преодолеть по сути дела и после того как мы обновили уже хорошим движением на продолжение вот этот логу не можно пробойными формациями именно хорошим движением перевел девочку в безубыток но и тоже не забываю поглядывать потому что если будет какое-то такое плавное поступательное движение к уровню то сделку необходимо будет закрыть так как возможно в развитии ситуации не в нашу пользу и в рынок стараюсь не отдавать ну 25-30 процентов в идеале иногда конечно быстрее ходят противоход и ну если даже частично не зафиксированным то сожалению рынок отбирает обратно профит поэтому отслеживаем позиции ну и также на минутке смотрю чтобы было обновление то есть если обновление происходит и нет каких-то резких движений то сделочку можно потянуть значит входы пробой и с ретеста уровня лимиткой повышенным объемом и выхода здесь получилось 5 к одному после вот этого импульсного движения тоже на минутку отслеживал дальше не пошли цена замялась и начала возвращаться закрыл часть далее аналогичная ситуация здесь тоже такой был была попытка хода вниз но цена стояла 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 решил закрыть еще части на случай если развернет после вот этого более скажем то глубокого коррекционного движения и невозможности идти дальше еще через закрыл и общий безубыток поставил вот за эти вот хвостики и к сожалению здесь практически копейка в копейку выбила и цена дальше поехала бодро и весело в моменте данное текущие на текущий момент оцениваем то что было со стопом 0 5 процента цена прошла 18 оставляем 36 к одному и опять-таки с учетом того что при коротком стопе можно взять больше объем и соблюсти риск движение шикарным понятная ситуация на дневке понятная ситуация в моменте и хорошее движение по сути дела контр тренд но локально трендовая то есть локальный тренд нисходящий точка остановки и поджатие цены к уровню вход пробой на этом пожалуй все надеюсь было полезно и интересно всего доброго ставьте стопы забирайте профиты пока пока